приветствую друзья ну что сказать прошло немало лет моих попыток и наконец у меня на обзоре бронежилет архангел вернее плейд архангел вернее что-то среднее между всем этим от компании фильм не буду затягивать сразу расскажу о всех его фишках о всех особенностях потому что это плейд и про плейд и вы уже все знаете и видели немало и у меня и у других поэтому сразу давайте перейдем делу значит начнем с лицевой поверхности пойдем по кругу на что сразу бросается взгляд и чем как бы кардинально отличается нагрудник оставить плейд филина от всех остальных что его выделяет конечно же это особая вырезка системы крепления скажем так да то есть это не совсем обычный моли минус этому или минус такими вот выбор очками значит в чем фишка облегчает тупо облегчает продевание шлевок особенно если вы используете подсумки в которых шлевки с кнопкой вот и вся хитрость дальше все крепление бронежилета на себе осуществляется через четыре пряжки rocks от компании 2м никакого дублирования нету то здесь они просто вшиты и на мой взгляд вот это самое как бы еще раз покажу вышла из камеры виноват здесь они просто пришиты вот и на мой взгляд это пожалуй сам большой минус сразу просто маршем этого коснули сам большой минус этого жилета в том что как раз у него нету никакой системы дополнительной фиксации если с пряжками что-то произойдет не так потому что несмотря на то что эти пряжки достаточно надежны они все равно иногда выходят из строя как и все но и хороший плюс том что они легко сдергиваются и тем самым они фактически являются системой быстросброса здесь не надо делать тросовую систему быстросброса дернули 1 дернули 2 и все открылось как бы саму и в принципе вот уже на этом этапе дальше вы легким движением руки и бронежилет скидываете с себя или с пострадавшего если это необходимо значит но даже такие надежные системы ломаются и было бы хорошо если бы была какая-то система дублирования но сейчас ее нету однако поговорив с производителем я выяснил что в скором времени будет скажем так усиленная усложненная более дорогая версия архангела в которой это будет учтено также у нас спереди есть достаточно большой карман на молнии куда можно положить просто черта лысого мне кажется да нормально даже залетит пульт от дрона и какой-то телефон небольшой чтобы можно было оперировать дроном если новый оператор дрона при этом сразу забегая вперед обратите внимание здесь полиуретановое покрытие защищающие это все от влаги что немаловажно здесь же у нас вместе с пряжками находится регулировка высоты плиты это можно сделать прям спереди не особых никаких проблем нет но этим самым плечиком мы еще подойдем значит компания заявляет что данное изделие скорее является бронежилетом нежели плейтом потому что как мы видим вот у нас карман под плиту а вот это вот все по бокам обеспечивает гораздо более широкую защиту баллистическую противоосколочную если я не путаю ее размера 36 квадратных дециметров и конечно это выделяет этот плейт как бы от всех остальных потому что ни у кого больше штатно подобного ничего нету есть плейта где такое можно отдельно подстегнуть но вот так чтобы штатно шло такого действительно нет плакар здесь не поднимается это вшитая панель на нее просто вешаются подсумки и все никакой быстрой смены здесь не предусмотрено поднимание тоже вот этого вот чтобы застегнуть бронежилет не предусмотрено насколько я сказал уже пряжки вшиты но здесь есть вот такой вот карман под плиту опять же вот это все пропитка полиуретаном вернее полиуретановое покрытие которое защищает от влаги внутри у нас находится система фиксации то есть сама плита сама сам карман под плиту он огромный то есть вот здесь сейчас я попробую видеть чтобы я вам все показал вот здесь где мои пальцы здесь вырезы благодаря этим вырезом в этот карман под плиту можно вставить вообще любую плиту любого размера даже огромную прямоугольную просто она будет вот здесь торчать что вы делаете вы заводите плиту вот за эту резинку вот этой v-образной системой вы ее эту плиту вывешиваете на нужный вам уровень и обратно значит на велк раз зацепляете таким образом подгоняя плиту как бы подгоняя внутреннюю систему подвеса плиты под любой размер плиты и независимо от того что достаточно большое пространство даже если вы будете использовать какие-то небольшие плиты большое пространство остается свободным у вас все равно останется вернее не останется а у вас все равно плита не будет бегать внутри чехла не будет его протирать не будет по вам бить не будет там гулять будет находиться на своем месте вот эта система подвеса плиты называется виндетта потому что ну она такая вот v-образная и сзади у нас собственно находится клапан для доступа в отделение с мягким баллистическим пакетами система для крепления фартуков ну и сразу на спине раз уж мы сюда залезли крепление для системы поджопников здесь большой карман также полностью то есть он соответственно по форме того что я обрисовывал снаружи и он также с обеих сторон закрыт полиуретановым защищен полиуретановым покрытием значит для тех кто не знает для многих баллистических пакетов если они сделаны из семейства кевларов влага является крайне негативным моментом потому что снижение свойств для некоторых кевларов при намокании до 30 процентов подобное полиуретановое покрытие предохраняет от воздействия внешней среды в виде дождя снега луж и так далее и ваш баллистический пакет дольше время как минимум а может быть и вообще навсегда сохранить все свои свойства просто вот и все вот как бы что касается передней стороны бака но они есть здесь понятно можно вот это все открыть туда воткнуть также мягкую баллистику или какие-то небольшие плитки поставить и переходим на спину она понятно крепле место для крепления копов естественно есть тем более что филин делает свои копы я использую именно их коп они мне понравились больше всего так что не гнушаемся давайте с вами поговорим о плечах снизу во первых сама структура плеч они сделаны подобно тактеку скажем так подобно рюкзачным системам соответственно такие плечи гораздо более лояльно скажем так наши к тому кто носит систему бронезащиты меньше нагружают меньше натирают ну короче просто удобней за счет этого систему можно достаточно долго носить не уставая на них есть вот такие резиночки для крепления шланга гидратора или антенн радиостанций и снизу крепление липучка для того чтобы можно было разместить еще дополнительно подушки для еще большего комфорта ношения на спине огромная эвакуационная петля за которой удобный карабином цепляться и просто браться и тянуть при этом нету какой-то специальной липучки для фиксации сзади просто большая велкро панель для патчей именных или каких-то там и в любое место на ней можно соответственно закрепить петлю сзади обратите внимание что сзади плита сейчас если мы это все положим то вы увидите что задняя плита она задний чехол вернее он ровно в размер плиты то есть вот у нас торчит торчат концы баллистической защиты спереди сзади это же просто как у обычного плейта как обычно сам среднего тяжелого плейта поэтому я все-таки считаю что это скорее плейт с расширенной передней баллистической защитой нежели бронежилет как как считают компании но это каждый решит сам для себя не принципиально сзади что у нас такой же карман для плиты здесь такой же карман для кевлара и здесь мы открываем систему для настройки регулировок для того чтобы это все можно было растянуть уменьшить и так далее значит всего сейчас я даже покажу где об этом написано всего существует три размера данной данного чехла первый для самых небольших габаритов 46 48 размер время для людей самых небольших гамморитов второй размер самый универсальный можно утянуть практически на любого человека ну и третий для действительно крупных богатырей которые которым будет удобнее подтягивать сразу большой размер выполнено все качественно ничего не скажу жилет классный реально продуманный реально путевый единственный наверное момент который меня вот в нем смущает это конечно то что нельзя вот эту историю в случае необходимости чем-то быстро на полях заменить потому что я знаю историю когда не мой знакомый у него в полях это все сломалось и ему пришлось у него тоже там не было система никакой дублирования на закрытие и пришлось это все на себе фиксировать скотчем в остальном отличный плейд на него существуют плечи на него существует напашник ну скажем так не в прямом смысле сидушка но панель закрывающая спину дополнительно в нижней части тоже мягкая на него естественно существует воротник это все можно превратить в мощный такой штурмовой комплект поэтому система классная рад что наконец она попала мне в руки я смог до нее добраться и по пощупать посмотреть убедиться насколько она крутая очень жду модель вот замененными вернее с возможностью заменять пряжки и застегиваться просто так а так друзья пожалуй что добавить мне нечего спасибо за вам вам за внимание выбирайте вещи под задачи выбирайте эти вещи грамотно не экономьте на снаряжение снаряжение это ваша эффективность и ваша жизнь и всего вам доброго